Здравствуйте! Вы смотрите выпуск новостей на телеканале ТУВА-24. С вами я, Берген Аюн. Коротко о главном. Какова ситуация с массовым отравлением детей в загородном лагере Чагатай? В Чадане прошло долгожданное открытие 21-го международного музыкального фестиваля «Устюхуре». Глава ТУВА поздравил выпускников-медалистов ТУВА. Насколько специально оборудованные пляжи, отдаленные тот же, соответствуют требованиям безопасности? В Кызыле состоялся заключительный день чемпионата России по стрельбе из лука. Прошли личные командные матчи. 8 июля один за другим начали поступать в инфекционную больницу отдыхающие лагеря Чагатай. У всех пострадавших наблюдались признаки пищевого отравления. По данному факту глава ТУВА, Владислав Хавлыг, взял ситуацию под личный контроль. В чем же причина болезни и как сейчас себя чувствуют заболевшие, узнавал наш корреспондент. 8 июля в инфекционную больницу города Кызыла поступили дети с одинаковыми симптомами, которые отдыхали в лагере Чагатай Тандынского района. Ранее сообщалось о 18 пострадавших. На данный момент их число достигло до 31. Рвота, жар, рези в животе и головная боль. Именно данная симптоматика наблюдается у всех пациентов в возрасте от 10 до 17 лет, поступивших после закрытия первой смены лагеря Чагатай. По предварительным данным у пострадавших наблюдаются все симптомы кишечной инфекции. Все получают лечение необходимое состояние 31 ребенка средней степени тяжести. И один пациент рассенивается ближе к тяжелому в связи с двумя болезнями. Это острая кишечная инфекция и также подозреваем интервирусную инфекцию. У всех взяты анализы на все кишечные группы. С момента поступления все пациенты будут находиться под присмотром врачей около недели. Из-за массовости случившегося глава региона взял ситуацию под свой личный контроль, поручив немедленно разобраться ответственным ведомствам. Поручил Министерство образования совместно с Минздравом ТУВ организовать проверку в лагере Чагатай, оказать содействие надзорным и правоохранительным органам, также инициировать проверочные выезды в другие оздоровительные лагеря. Общую координацию ведет мой заместитель Орлан Сарглар. На данный момент идет эпидемиологическое расследование Управления местной службы Роспотребнадзора. По их информации, число пострадавших увеличилось до 33, трое из которых находятся на амбулаторном лечении. В ходе эпидемиологического расследования установлено, что в последний день закрытия лагеря провели так называемый день бизнеса, при котором для детей организована кухня из пищевых продуктов и блюд, который не допускается при организации питания детей. Это шашлыки, шаурма, торт с кремом, газированные напитки, капкейки. Для установления причинно-следственной связи групповой заболеваемости проводится ряд санитарно-эпидемиологических мероприятий. Отобраны биологические материалы от контактных лиц и персонала лагеря, исследуются пищевые пробы продуктов и сырья, смывы внешней среды на микробиологические показания. Предварительно у 11 пострадавших детей лабораторно обнаружено ДНК возбудителя дизентерии. В настоящее время управлением выданы предписания о проведении заключительной дезинфекции, а также направлены материалы судебные органы для административного приостановления деятельности лагеря до 90 суток. Также к расследованию подключился и региональный следком. По поручению председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина возбуждено уголовное дело по факту отравления детей в оздоровительном лагере. Следователем Следственного управления Следственного комитета России по республике Тыван по сообщению о госпитализации детей, отдыхавших в детском оздоровительном лагере Чагатай с признаками пищевого отравления, по поручению председателя Следственного комитета России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью первой статьи 238 Уголовного кодекса Российской Федерации. Это оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Комплекс мероприятий по расследованию произошедшего займет около недели. Тогда и станет известна истинная причина случившегося. Глава Тувы Владислав Хавулы проинспектировал ход ремонтных компаний на западе региона. Он посетил Шаганатский участок ТЭК-4, на котором ведутся восстановительные работы после мартовской аварии и плановый ремонт оборудования. По словам руководителя региона, на котельной установлен новый конвейер топливоподачи, полностью закрытый его галерея. Контр котельной закрыт, стены, разрушенные хлопком, восстановлены. Два котла на объекте прошли экспертизу и находятся в рабочем состоянии. Еще два котла-агрегата капитально ремонтируют. В котельной проходит полная замена кабелей. В Чатане произошло долгожданное событие. Открылся 21-й международный фестиваль живой музыки и веры из тюхере. Фестиваль, который был возрожден в ТВе после пандемии коронавируса, посетили более 230 музыкантов и гостей со всего мира. На открытии выступили первые конкурсанты из разных уголков России. Почетными гостями на главной сцене стали духовые оркестры, правительство Республики ТВа имени Тимура Дулуша, группа Хартага и другие. Участников и гостей поприветствовал глава ТУВЛа Ислав Хавылы. Он отметил, что спустя пять лет фестиваль в Тюхере вновь продолжает свою работу, объединяя людей разных национальностей и культур. Обряд вшествия Харо открыл второй день международного фестиваля живой музыки и веры из тюхере. Участники проследуют по многокилометровому маршруту. Фестивальная поляна Алды Юхюре, Юстюхюре. В рамках фестиваля гости и любители познакомятся с творчеством джазмена, вокалиста Мелвина Тревеса из Парижа. Знаменитый Юстюхюре – крупный буддийский монастырь Тувы. Он находится в седьмом километре от города Чадана, население которого составляет более 9 тысяч человек. Город появился в 1929 году и приобрел статус города в 1945 году. Региональные власти уделяют большое внимание образованию детей в республике. Этот учебный год был богат выпускниками-отличниками. Глава Тувы Владислав Хавлы пригласил ребят к себе на встречу, чтобы узнать об их дальнейших планах. На мероприятии побывала и наша съемочная группа. Для всех школ Тувы уже отзвенел последний звонок. Известны результаты государственных экзаменов. Лучшие из лучших были награждены медалями за особые успехи в учебе. Регион нуждается в профессионалах, в связи с чем глава Тувы Владислав Хавалы пригласил на встречу выпускников-медалистов со всех муниципалитетов республики, чтобы обсудить их дальнейшие планы на будущее. Для того, чтобы в учебе произвелся регион, необходима достаточная медаляная мощность, у нас, к сожалению, на сегодняшний день существует, наверное, дефицитная мощность. Для этого мы два года назад в Радайской области выходили с большими обоснованиями предложений правительства Российской Федерации. В результате принято распоряжение Российской Федерации, утверждение комплексных планов, примере о сложении инвестиционных проектов и социальных проектов. Комплекс мероприятий уже начал реализовываться практически во всех направлениях региона, в связи с чем стал ощутим кадровый дефицит по данному направлению. Также находятся все новые месторождения, которые смогут ощутимо поднять экономику региона. Поэтому одними из самых востребованных для республики остаются и будут оставаться такие профессии, как горные инженеры и энергетики. Для нас, если здесь будет перерабатываться, это больше выручек, больше налогов, больше внутренних региональных продуктов. В целом, сегодня у вас геологически изучим на 17% всего лишь. Сейчас есть планы – довести вот этот процент из участия по геологу до 74% в ближайшие пятилетия, чтобы понять, что у нас есть. Реально, какие есть параллельные скопаемые, какие, какими запасами, каким содержанием от металла в другие. Такая огромная работа сейчас подняется. Рассказать о своих направлениях работ прибыли и руководители региональных министерств и ведомств, которые также поздравили ребят с успешным окончанием учебы. Все они будут рады трудоустроить к себе уже готовых специалистов сразу после окончания вуза. В своей поздравительной речи глава региона поблагодарил все образовательные учреждения республики за высокий уровень обучения школьников. Также было отмечено и упорство одной из выпускниц Козылского президентского кадетского училища, которой впервые в истории республики удалось набрать максимальное количество баллов во время проведения ЕГЭ по двум предметам. Очень приятно, что глава республики Владислав Товарчатаевич отметил мои успехи и пригласил на сегодняшнюю встречу. Я хотела бы поблагодарить руководство училища, наших воспитателей и преподавателей. Благодаря их помощи, их знаниям я смогла добиться высоких результатов на ЕГЭ. Я считаю, что в достижении высоких результатов самое главное – знать, чего ты хочешь. Нужно поставить себе цель и идти к ней, преодолевая все трудности. В этом году в республике насчитывается 74 золотых медалистов, в том числе и первые за 10-летний перерыв 59 – обладатели серебряных медалей. Также отмечается и влечение среднего балла на ЕГЭ по физике, который достиг российского показателя – 53 балла. Орлана Байдуба, Ян Монгуша, Замато Чорт, телеканал Тува24. К другим темам. С наступлением лета, особенно с повышением температурной отметки, жители и гости республики отправляются на водные объекты республики. Зачастую это такие знаменитые озера, как Чагатай, Турюхыл и, конечно же, реки и озера, отдаленные тот же, манящие своей красотой. Нашей съемочной группе удалось побывать на озере Азаз и разузнать о новом оборудованном пляже. Подробности в следующем материале. О красоте озера Азаз давно слагают легенды. Как говорится, кто тот же не видел, тот не видел Туву. А кто Азаз не видел, тот тот же не видел. Поистине завораживающая красота озера ежегодно в летнее время манит сотни и сотни жителей и гостей республики. Напомним, в начале июля текущего года на базе отдыха Азаз открылся специально оборудованный пляж, проект которого был реализован в рамках регионального проекта развития туристической инфраструктуры и национального проекта туризма и индустрия гостеприимства. В общей сложности было потрачено порядка 13 миллионов рублей. На эти средства были закуплены плавучие пирсы, катамараны, моторные лодки и многое другое. Даже песок для пляжа был привезен из столицы республики для создания условий комфортного отдыха приезжающих. Это штука, который создал мотор с доп tacом, репродукт, национальный проект, бюджет, национальный проект. Продолжение следует... Продолжение следует... Также спасатели не устают напоминать, что на водных объектах лучше всего находиться в спасательных жилетах. Ни в коем случае не заходить в воду в нетрезвом виде и всегда быть на чеку. Ведь вода – это не только жизнь, она может принести и горе, если не соблюдать элементарные правила безопасности. Продолжение следует... Региональными властями делается все необходимое для создания большего числа безопасных пляжей. К примеру, накануне в Тандынском районе на озере Чагатай открыли оборудованный пляж, где одновременно могут отдохнуть до 100 человек сразу. Как сообщает региональный МЧС, пляж так же, как и на тот же, соответствует всем необходимым требованиям. Что касается пляжа в Национальном парке Кызыла, то на днях он откроется для отдыхающих. Мергена Юн, Чинчик Ашпугол, Владимир Суртук, Мирана Иргит, телеканал Тува-24. Продолжаем наш новостной репортаж с чемпионата России по стрельбе из лука. В Кызыле на стадионе имени пятилетия советской Тувы состоялся заключительный день соревнований. В течение трех дней порядка 300 спортсменов из более чем 20 регионов России борются за звание победителя. Сегодня проходят личные и командные финальные матчи. Инна Клоян пообщалась с участниками соревнований. Стадион имени пятилетия советской Тувы, на котором проходит турнир, наполнился напряженной атмосферой соревновательного дня. Лучники из 23 регионов собрались здесь, чтобы продемонстрировать свои навыки и побороться за звание чемпиона России. В одном из командных матчей за третье место соревновались команды из Забайкальского края и Республики Бурятия. Один из участников команды Бурятии поделился эмоциями и впечатлениями. Этот вид спорта не столько в физическом плане тоже он важен, физическая подготовка важна, но тут еще и психологические факторы тоже очень сильно влияют. Когда чувствуешь ответственность не только за себя, но и за команду, уже становится чуть сложнее, а порой бывает и даже проще. У нас подрос, я хочу сказать, сколько мы стреляем, то есть уровень мастерства с каждым годом растет, все выше и выше, результаты у нас повышаются, конкуренция становится выше и, соответственно, становится соревнование с каждым разом все интереснее и интереснее. В личных первенствах каждый спортсмен демонстрировал свое мастерство на различных дистанциях. Точность и стабильность в каждом выстреле играют ключевую роль в определении победителей. Участник из Москвы в личном первенстве завоевал золото, а в командном зачете – серебро. Стал первым, показал достойный результат, как я считаю, что в квалификации, что по финалам. Отдельно сначала проводились личные финалы, потом уже отбирались три лучших спортсмена от каждого региона и стреляли команды трое против троих. Лично стал первым, командами, к сожалению, в конце чуть подсдали, стали вторыми. Лично соревновался со спортсменом, одним из самых молодых спортсменов Ямала-Ненецкого автономного округа. А в командах также попались против тех же спортсменов из Ямала-Ненецкого автономного округа. Команды состояли из трех стрелков, которые по очереди выполняли стрельбу, стремясь набрать максимальное количество очков. Эти соревнования не только тестировали индивидуальное мастерство, но и способность работать в группе. Чемпионами в финале стала команда Ямала-Ненецкого автономного округа. По местам, если говорить, то я занял второе место в личном зачете, стрелял против Москвы. И в командном зачете первое место. Мы тоже стреляли с Москвой, но мы в этот раз выиграли. Ощущения хорошие, классные. Ожидал таких же результатов, как и достиг. Все достойно сражались. Не скажу, кто-то хуже, кто-то больше. Судейская коллегия тщательно оценивала каждый выстрел, следя за соблюдением правил и качеством исполнения техники. Каждый матч был напряженным и захватывающим, поднимая планку для всех участников. Сегодня все финалы за бронзу, за золото во всех категориях. То есть блочный лук мужчины, блочный лук женщины, а также в командах блочный лук мужчины, блочный лук женщины. Классический и также в классическом луке среди мужчин и женщин. Аналогично. За бронзу стреляют две команды и за золото тоже две команды. Собрались все сильнейшие спортсмены со всех регионов. Сильнейший, кто хочет показать себя и доказать, что он именно сильнейший в России. По итогам чемпионата формируется и сборная команда России среди мужчин и женщин. Чемпионат России по стрельбе из лука подтвердил свою репутацию важного события в спортивном календаре региона и страны в целом. Этот турнир не только способствует развитию мастерства, но и популяризации этого вида спорта среди молодежи и общественности. В столице Тувы прошли открытые соревнования по уличным видам спорта стритворкаут среди юношей. Турнир посвящен Году семьи в России и Году здоровья в Туве, а также приурочен к 110-летию города Кызыла. С юными спортсменами пообщалась наш корреспондент. Мероприятие, состоявшее на спортивной площадке гимназии номер 5, привлекло любителей данного вида спорта. Один из участников – Кандемир Семисол, учащийся девятого класса лицея номер 15. Воркаутом начал заниматься еще с восьми лет. Он занял третье место по подтягиванию. В детстве брат научил спортом заниматься. На турниках сначала это легко идет, а потом руки забиваются. Умею выход на два, но это было очень сложно научиться. С детства я занимаюсь, поэтому я до сих пор занимаюсь. Участники соревнований демонстрировали свои навыки и силу в различных упражнениях на турниках, брусьях и других спортивных снарядах. Программу турнира составили такие дисциплины, как подтягивания, отжимания на брусьях и другие элементы стрит-воркаута. Сейн Белек Санды – ученик девятого класса гимназии номер 5. Он также в детстве получил мотивацию от своего брата. И с тех пор юноша увлекается этим видом спорта. Кстати, он занял второе место по подтягиванию. Помимо воркаута я занимаюсь вольной борьбой и боевой самбо. В чем сложность этого вида спорта? Сложность составляет в том, что ты изучаешь новые техники, натираются мозоли на руках. Я воркаутом занимаюсь 7-8 лет примерно. Это не только подтягивания на турниках, это еще и отжимания. Да, отжимания на брусьях, также простое отжимание и подтягивания. Какой самый лучший был результат, допустим, подтягивания или отжимания? Мой рекордный результат составляет 32 подтягивания. Судейская коллегия оценивала технику выполнения упражнений и их сложность. Выделялись юноши, которые продемонстрировали высокую физическую подготовку и владение сложными элементами стрит-воркаута. Победители получили заслуженные награды и медали. Грамотой награждается Бабхаду-Зроч, занявший первое место в открытом турнире по дворовым видам спорта стрит-воркаута отжимания среди юношей, посвященному году семьи Российской Федерации и Году здоровья Республики Тува, приуроченному к 113-ю городу. Четя, сгажем! Молодец! Организаторы данного турнира подчеркнули важность проведения таких мероприятий для популяризации здорового образа жизни и привлечения молодежи к активным видам спорта. Здесь ребята с разных видов спорта. Есть и борцы, есть и боксеры. В основном их всех объединяет самодисциплина. То есть это их свой такой интерес. На улице собрались и начали развивать, скажем так, свои физические способности. Это гибкость, это чувство своего тела физического. Это основа, скажем, любого вида спорта. Поэтому это превратилось в некую культуру уличную, которая позволяет людям заниматься этим видом спорта и прям выделить как отдельный вид уличного спорта, как воркаут. Организаторы выразили надежду, что соревнования по стритворкауту станут традиционными и привлекут еще больше участников. Мероприятие прошло в дружеской и позитивной атмосфере, оставив у всех участников яркие впечатления. Турникменов поддерживают и участники спецоперации. Я как член молодой гвардии пришел поддержать спортивный проект «Сила России». И в рамках этого проекта мы очень часто проводим вот такие спортивные мероприятия. И что хочется отметить, то, что наши молодые подрастающие поколения очень активно участвуют в таких мероприятиях, именно в спортивных мероприятиях. И это нас очень радует, так как наше молодое поколение растет здоровым и сильным. Таким образом, открытые соревнования по уличным видам спорта стритворкаут среди юношей показали высокий уровень подготовки наших юных спортсменов и привлекли внимание к этому молодому и перспективному виду спорта. Это были все новости к данному часу. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин